Он вот прям крутится вокруг меня, он вот прям вот хочет вот прям меня как-то вот понюхать, и он такой, боже мой, Вероника, как ты прекрасна. Ну как после этого не купить 100 миллилитров этого парфюма? Все, я нажимаю кнопку купить, и я прекрасен, нарцисс увидел свое отражение и влюбился. Это так красиво, что хочется молчать. И знаете, нет, все-таки еще пока хочется молчать. Всем привет, это Вероника, очень-очень рада видеть вас у себя в гостях. Большое спасибо, что нашли время, чтобы заглянуть ко мне на канал. Я решила в этом декабре поделиться с вами какими-то небольшими идеями подарков. Но сегодняшнему новогоднему сюрпризу и подарку я хочу посвятить отдельное видео, потому что сегодня мы с вами поговорим про ароматы. А про ароматы я коротко не могу. Я уже несколько месяцев пользуюсь вот такой замечательной коробочкой, которая называется Aroma Box. Найти это можно на сайте Рандеву. Это вот такая маленькая очаровательная коробочка, внутри которой находятся пробники ароматов. Я думаю, кто-то из вас сейчас, наверное, может сказать. Вероник, ты сошла с ума дарить пробники на Новый год? Но это, конечно, прекрасно, когда тебе дарят аромат на Новый год в подарок. Но здесь важно одно очень большое условие. Вы точно должны знать, какой аромат вы хотите получить в подарок. И человек-даритель, который будет делать вам подарок, тоже должен точно знать, какой аромат вы хотите. Перед покупкой селектива я вот вам просто настоятельно рекомендую сначала приобрести его в формате такого арома бокса. Потому что аромат на блотере, аромат в магазине, аромат на ком-то мимолетно услышанный на вас в вашей повседневной жизни может просто начать сводить вас с ума. На рандеву очень большая подборка арома боксов. Там есть боксы, ну вот примерно как у меня, да, избранные селективные ароматы. Есть мужские ароматы, есть женские, есть новинки этого года, есть ароматы класса люкс, есть ароматы класса премиум. Есть подборки одного бренда, когда вот вы, скажем, знаете, что хотите вы какой-то аромат от Bayredo. Но ценник кусачий, хочется на себе поносить, поэтому вы можете купить сразу 8 миниатюрок, попользоваться, посмотреть и уже потом что-то для себя выбрать. И вот к вопросу про выбрать. Мне безумно на рандеву понравился комментарий мужчины, который, собственно, и подал мне идею, как вот такой вот арома бокс с пробниками подарить в качестве новогоднего подарка. Он написал, говорит, я подобрал жене вот такой вот арома бокс на Новый год и сказал ей, дорогая, я тебе дарю вот такие вот прекрасные миниатюрки духов, а ты потом выбери, какой бы ты хотела получить аромат от меня полноразмерным, чтобы я тебе всякую ерунду не покупал. И я поняла, что это просто идеальнейшая история. Вот этого объема может хватить примерно на 35 распылений. Например, я последнее время не каждый день пользуюсь парфюмом, поэтому вот эта коробочка, я вот ее уже тестирую, 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 а ароматы даже не думают заканчиваться. Более того, у меня есть специальный скидочный промокод на сайте рандеву. Он действительно до 31 декабря, по-моему, вообще на все покупки на сайте, включая арома боксы, и он будет вам давать хорошую скидку. Поэтому давайте познакомлю вас с теми ароматами, которые есть здесь. Я вооружусь блоттерами. Первый аромат из этой подборки – это бренд Alexander G Morning Musc. Аромат уже с историей, потому что выпущен он аж в 2012 году. Это какие-то свежие, сладкие персики, даже, может быть, что-то такое карамельное. Но при этом есть какая-то такая, знаете, даже немножечко новогодняя история, какая-то, ну не знаю, мандариновая или вот что-то такое. В общем, это не просто сладко, это вот чуть-чуть как будто бы с такой вот спрятавшейся кислинкой. Этот аромат один из тех, который очень меняется на вашей коже. То есть вот когда я его нанесла на себя в первый раз, первое нанесение, я подумала, все, я нажимаю кнопку купить 100 мл. Но потом аромат уходит, у него гасятся вот эти вот персиково-мандариновые такие съедобные ноты. И он уходит, знаете, в такой немножко даже прохладный мускус, в такую розу взрослую. И я могу сказать, что этот аромат для меня, он какой-то позитивно-праздничный. Знаете, вот если вот мимо вас пройдет такой человек, у вас будет немножко такое чувство, типа, Hey, Jingle Bells! Очень понравилось. И это мое первое знакомство с брендом вот этим Alexander G. У них довольно такая интересная упаковка, то есть вот прям селектив-селектив. Я знаю, что их ароматы, вот люди, знаете, это вот то, как раньше было с манталем. То есть вот либо нравится, либо вот не нравится вообще. Но я хочу отметить, что манталь был все-таки такой более грубо-агрессивный. А вот здесь ноты в хорошем плане коммерческие. То есть вот аромат, он приятно коммерческий, но очень даже неплохой. И главное, дает позитивное настроение. Следующий аромат, о котором я расскажу, это будет аромат Diptyque Philosicos. Я надеюсь, я говорю правильно. Лично для меня он какой-то неожиданно зеленый. Я не знаю, вот когда я закрывала глаза и думала, как этот аромат может звучать, судя по его названию, я думала, все совершенно другое. Пахнет зеленью, но зеленью не скошенной травой, а знаете, вот как будто бы такой суперароматный садовый куст в руке прям вот так вот разорвать. И вот из него будет пахнуть прям вот такой вот зеленой цветочной свежестью. Если полезть в описание аромата, то там фигурирует лист инжира и сам инжир. Но лично мне аромат немножечко не зашел. Здесь вот эта зелень какая-то для меня немножко холодная. Я его даже могу понять, знаете, в каком-то мыле для рук или вот в чем-то таком банно-прачечном, но носить на себе нет. Следующий аромат, который я вам хочу показать, это вообще уже бьюти старинка Эсцентрик Молекул Эсцентрик 02. У меня было слепое пятно. Я знала, что эти ароматы, не знаю, в 2000-е гремели просто. Я назло, назло во всех парфюмерных магазинах обходила этот стенд стороной. Конкретно вот этот вот Эсцентрик 02 выпущен аж в 2008 году. И помимо вот этих вот удивительных химических молекул, которыми, в общем-то, эти ароматы и презентовали, и говорили, что бесполезно этот аромат пшикать вот сюда, потому что он должен соединиться с вашей кожей, и он там вызовет какой-то нереальный поток феромонов и раскроет ваш собственный аромат, и вот это бла-бла-бла. Но помимо вот этих вот химических молекул, они сюда добавили еще ноты ириса и жасмина. Я его нанесу на кожу. Я из тех людей, для которых этот аромат пахнет лаком для волос. Боже мой! Я слышу ноты ириса, такого немножко вот припыленного, такого вот немножечко уже даже какого-то затертого. Но сказать, что от меня чем-то пахнет, я вообще не могу. Ну, как будто бы я просто в ванне была. Вот аромат такой вот далекий, банно-прачечный. При этом, если ароматы бланш или тюльпан от Байреда, они вот все-таки прям пахнут вот этой вот такой чистотой, то здесь как будто бы не пахнет ничем. Но что происходит с моим мужем, когда я наношу этот аромат? Это фантастика. Я таких горящих глаз не видела уже очень давно. Это к вопросу о том, что как бы вот мужчины воспринимают запахи совершенно иначе. И он, я не знаю, ну вот просто как пчела на цветок. Вот он реально, я сейчас не придумываю. Он вот прям крутится вокруг меня. Он вот прям вот хочет вот прям меня как-то вот понюхать. И он такой, боже мой, Вероника, как ты прекрасна. Ну как после этого не купить 100 миллилитров этого парфюма? Аромат считается унисекс-ароматом. Его могут носить и мужчины, и женщины. Я его наносила на мужа, но для меня точно так же ничем не пахнет. А он сидит и такой, знаете, просто я прекрасен, нарцисс, увидел свое отражение и влюбился. Попробуйте его поносить на себе и понять, нравится вам или нет. Ну просто этот аромат окутан какой-то невероятнейшей тайной. И вот если говорить об афродизиаках, которые вроде как говорят их нет, но вот используя этот аромат, они действительно есть. Вот такая вот мега загадка. Следующий аромат, который можно найти в этой подборке, он тоже гремел и на ютюбе в том числе. Juliet has a gun not a perfume. Здесь находится всего лишь одна нота. Этот аромат желательно тоже наносить на кожу, потому что здесь находится всего лишь одна нота вот этого амброксана, который, собственно, и входит в состав и эсцентрик молекул, но там добавлены еще другие интересные молекулы. Ну вот нота perfume я не поняла вообще. То есть как бы пахнет ничем. Вроде бы что-то есть, вот та самая какая-то вот, ну, аромат присутствия человека в твоем биополе, но сказать, что это чем-то пахнет, ничем. Вот каким, ну, ничем, не знаю. Короче, ну, выбирая между эсцентрик молекул и Juliet has a gun, я выбираю эсцентрик молекул, Juliet как-то пахнет ничем. Упомянули мы с вами сегодня Пьера Монталя, но сегодня мы к нему подойдем немножечко с другой стороны, потому что я вам расскажу про аромат бренда Mancera Rose Vanille. Я так понимаю, что этот аромат, ну, там тоже у них куча ароматов. Монталь, что в своей вот этой вот именной линейке выпускал просто толпы ароматов, что вот в этой вот линейке кажется своей дочери, да, или я ошибаюсь. Неплохо. Розы, но не болгарские, а просто такие вот прям насыщенно сладкие. Это не букет Диора вообще, нет. Это вот сладкие розы, от которых аж прям дурманит голову. Ваниль есть, но ваниль здесь не такая, как ваниль в геле для душа. Здесь ваниль, это как будто бы как некий ингредиент вот этого засахаренного розового нектара. Я бы сказала так. Что интересно, в первых нотах аромата присутствуют якобы даже лимон и водные ноты, но я здесь чувствую исключительно розу, сахар, ваниль. И базу уходит действительно в мускус и в кедр. Но вот лично я водных нот и лимона не чувствую здесь совсем. Аромат красивый. Он, мне кажется, не для молодых девочек. Но мне здесь очень нравится именно роза. Она здесь такая, знаете, дамасская что ли роза. То есть вот отдаленно это мне все напоминает видение красоты аромата в духе Живанши. Вот они там очень любят эту дамасскую розу такую прям насыщенную. Красиво, красиво. Не аромат на каждый день. Не аромат ездить в метро. Но аромат на вечер, аромат на такую, наверное, все-таки прохладную больше погоду, потому что вот это ваниль и кедр, они такие прям согревающие, обнимающие. Летом не очень я эту историю представляю. Но красиво. Мне нравится. Следующий аромат из этой подборки. Бренд называется Parfum de Marley Meliora Woman. Во-первых, ну я как и визуал, я когда увидела эти духи, мне показались они безумно интересными. И вот когда я прочитала ноты, я думаю, наверное, это будет вот явно что-то для меня. В нем есть сразу все. И прохлада какая-то от черной смородины. И как будто бы какая-то красная смородина и куст смородины. Но при этом какая-то очень-очень теплая такая вот ванильно-мускусная база. Очень красиво. Если почитать описание аромата, то я, конечно же, с черной смородиной и с красными ягодами угадала. Вот прям 100%. Еще здесь есть лист черной смородины. И я скажу вам так. Вот этот вот листья черной смородины и сама смородина, они иногда, когда их много, лично я их воспринимаю уже как аромат пота. Я не знаю почему. Но вот черная смородина, у нее есть вот такая кислячь. Здесь нет кислячности. Здесь вот именно то самое зеленое, вот это бархатистое покрытие этого, листочка этих ягод. Из цветочков здесь есть роза, ландыш и иланг-иланг. Так здесь красиво все понамешано. Тут как бы и зелень, и ваниль, и пудра. Но первое, чем дышит аромат, когда ты только начинаешь его использовать, это, конечно же, смородина. С одной стороны, это очень похоже на то, что я люблю. У меня как бы как будто бы что-то похожее есть, но именно такого нет. И прям хочу себе его на Новый год. Следующий аромат будет от бренда Серж Лютан. И, кстати, я обратила внимание, что точно такой же бокс представлен сейчас на рандеву. Но там вместо вот этого Сержа Лютана лежит другой аромат. Но у меня есть аромат, который называется Шерги. Но тут прям какая-то супер вообще история, что Шерги – это какие-то там особенные ветра горячие, которые там по марокканской пустыне разгоняют все. В общем, прекрасный восток, Аладдин. Это так красиво, что хочется молчать. И, знаете, нет, все-таки еще пока хочется молчать. Я бы сказала, что это не жар и пожар, а это такое прям тепло. Это такое, знаете, такое послевкусие огня. Это табак, но не противный. А вот такой прям вот настоящий, дорогущий, очень-очень-очень тонкий табак, который вот замешан на каком-то меде сладком таком. При этом тут есть Ладан. А табак и Ладан – это вот что-то такое, как будто бы уже какое-то оккультное пошло. Из цветов здесь, кстати, есть роза и ирис. Я их не слышу в первых нотах. Они как-то очень грамотно встроены в формулу. Ну, очень приятный аромат. Вообще, все ароматы, которые я слушала с табаком, обычно мне не нравятся, потому что они пахнут прям вот табачиной такой непонятной. Но я заметила, что табак и Ладан, скажем так, в люкс парфюмерии более явные и более такие прямолинейные, чем ароматы все-таки вот селективные. Не знаю даже, куда его можно носить. Мне кажется, это все-таки такая должна быть суперуверенная в себе яркая женщина с восточным, с таким определенным уклоном. Потому что аромат, мне кажется, вот очень красив именно на такой горячей коже. Такая вот пантера, которая убежала из саванны, потому что там начался пожар. Последний аромат из этой подборки, который мне очень понравился, это бренд Zarko Perfume Pink Molecule 090. Здесь как бы тоже история отчасти похожа с эсцентрик молекул. Это датский бренд. И ароматы, они такие про природу, про чистоту, про что-то натуральное, но при этом замешанное на вот каких-то удивительных молекулах. Из этой подборки ароматов, это вот, наверное, второй после Миллиоры, который я захотела купить себе, вот, то есть пользоваться им каждый день. Сначала он мне показался какой-то маленькой феей. Розовый ароматик, но он так красиво раскрывается на коже. Верхние ноты шампанское, абрикос, черная бузина, черная орхидея. С бузиной, с орхидеей у меня плохо. Битые сливки, черное дерево и махагонин. Ну и, конечно же, здесь есть вот эта вот какая-то там невероятная молекула. Ну и как раз вот эта вот розовая молекула, она должна придавать аромату какую-то такую невинность. То есть сами авторы аромата вот как бы приписывают ей такие ноты. С одной стороны, есть сладость, такая прям определенная, но постоянно вылезает какая-то вот зелень, зеленушка. Как вот я это называю, знаете, вот у нектарина или у персика вот эту вот плодоножку оторвать. И вот пахнет таким чем-то зеленым, невероятным. Очень красивый. В общем, из подборки данных ароматов, то, что я прям очень хочу себе, это Мелиора. Она мне прям очень понравилась. И Зарка Перфюм Пинк Молекул мне тоже безумно понравилась. Третий аромат, который я бы себе купила, наверное, это был бы все-таки Эссентрик Молекул. Четвертый аромат, который я бы себе купила, наверное, это был бы вот этот вот Александр Джи Монинг Муск. Пятый аромат, это, наверное, был бы Мансера. И на самый конец я оставляю Серж Лютана, потому что это красивый аромат, это аромат история. Но вот мне эта история сейчас не очень близка. Диптик мне не понравился своей вот этой вот зеленью такой холодной. Ну и Джулиет Хезеган я тоже как-то его не особо поняла. Вот, друзья, такое сегодня было видео. Такая у нас получилась интереснейшая подборка ароматов благодаря рандеву. Если вы хотите подарить человеку аромат и не знаете до конца какой, то вот эта вот история легенды с тем, что я дарю тебе вот этот вот аромабокс. Тут находятся ароматы, о которых ты когда-то мне там говорила или говорил. Давай ты с ними немножко поживешь, давай мы их с тобой потестируем вместе, а потом выберем самый красивый, и я подарю тебе там полноразмерный. Это потрясающе! Если бы так сделал Руслан, я была бы очень счастлива, но, видите, я вот уже сама ему все рассказала, как делать. Короче, вы меня поняли. Большое вам спасибо, что были вместе со мной. Я невероятно счастлива, что у меня есть этот бокс. Пользуюсь уже не первый месяц, а ароматы, в принципе, даже и не думают заканчиваться. Ну, кроме вот эсцентрик молекул, но я его использую максимально часто из этой подборки. Все, люблю, целую, обнимаю. Увидимся очень-очень скоро. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok